Значит, господа, я предлагаю сегодня поговорить о фотоне. Кажется нам совершенно естественным, потому что мы к этому привыкли, что фотон как некая чтительница существует. Тем не менее, насколько это действительно так? Насколько можно говорить, что фотоны реально существуют? Ну, вроде бы в их пользу говорит тут простой факт, что когда на пластинке фото что-то засвечивается, засвечивает сразу же одно зерно, а не остается следы какой-то волны. Засвечивается всякий раз одно зерно. Поэтому кажется, что туда попала какая-то частица. Но с другой стороны, у нас есть, например, радиоинженеры, которые скажут, что они по большому счету гипотезы о фотоне, то есть об отдельной действующей частице, совершенно нуждаются. Для них электромагнитная волна это в первую очередь электромагнитная волна, и не что-либо другое. Вот такая вот забавная вещь возникла. Принято думать на самом деле, что именно Эйнштейн предложил эту гипотезу фотона, и она на настоящий момент является утвержденной гипотезой, то есть некой истиной. Многие думают, что Нобелевскую премию Эйнштейн получил за теорию относительности. Однако это не так. Он получил ее, как ни странно, за объяснение фотоэффекта. И считается, что именно для этого потребовалась такая специфическая гипотеза, которая является абсолютно необходимой гипотезой частицы или фотона, а ничего другого не требуется. Я постараюсь показать, что существует другое объяснение фотоэффекта, которое не требует привлечения от гипотезы о неком частичке света, то есть о фотоне. Вот такая вот вещь. Ну, давайте вспомним. Не грозит понятие квантования принципа? Не грозит. Не грозит. А что тогда квантуется? Ведь квантуется она как в смысле частицы? Квантуется порция. Порция, например, электромагнитная волна идет порциями. А почему как это объясняется? Когда представление частиц, это понятно, как объясняется. А почему порциями идет? Ну, потому что мы смотрим на... А почему эти порции не назвать частицами? Смотрим, например, на пруд, по которому была создана кирпич, и мы видим, что у нас идут волны. Эти волны уединенные. Согласитесь, что это некий пучок энергии, который переносится вот так. Ну, как круги на воде. Один круг, второй круг, третий. Ведь обратите внимание, что тоже можно об этом сказать как о квантовании. Но с другой стороны, про это можно не говорить как о квантовании, но при этом не надо говорить, что у нас здесь есть частица. У нас не частица распространяется того, что мы бросили кирпич в воду, а просто вот такая сферическая или просто круговая волна. Здесь же проблема определения. Что такое частица? Электронная волна существует как частица, как объект, который локализован в пространстве времени? Или это тоже в своего рода... Что значит частица? У волны есть такое свойство, что она всегда делится, допустим. Наверное, на кусочки. Ну, поставил две щели, она прошла сразу же через две щели. Но фотон, вроде, действительно, проходит через две щели. С другой стороны, мы об этом сегодня будем говорить, можно ли будет делить и фотон до бесконечности. Ведь можно же поставить один простой эксперимент. Простой эксперимент выглядит следующим образом. Вот, возьмем некий источник слабого излучения, вот он так. Он пойдет, пустим его сюда. Здесь поставим делительное зеркало. Таким образом, что часть идиотца идет сюда, а часть пойдет сюда. Здесь поставим два детектора. Здесь поставим два детектора. Теперь мы будем здесь выпускать эти кванты, очень маленькой частотой и интенсивности. Слабенькие, слабенькие, два и два. Бац, 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 бац. Вопрос, у нас будет стоять десяткнутная лампа. Вопрос, я его уже многоградно задавал, повторю еще раз. Здесь что будет происходить? Будет ли этой волной он всякий раз делиться на две части? Если фотон, то он по сути должен или пойти по одним путем, или по другим. Согласись? Раз он фотон такой. Не, ну а если ему вероятность трактовки, то он может пойти вероятственно в одну, по одном направлению вероятность в другом. И у нас образуется некая вероятность на картина. Когда фотона нет, тогда есть волна. Не для каждого отдельного фотона, а для какой-то статистики фотона. Понимаешь, тогда бы вероятность на картинке здесь ни при чем. Там у тебя, он в один момент времени пошел сюда, в другой момент времени пошел туда. Сюда и сюда, с вероятностью одна-вторая. Вот что ты хочешь сказать. Я хочу сказать, что в принципе, почему мы не можем сказать о каждом отдельном фотоне, потому что фотон ведет себя статистически, то есть как много фотонов. А как один фотон мы не можем сказать, куда он пойдет. Надо проверить. Если возьмем слабый сигнал, то мы должны понять, пойдет он в какую-то сторону. Он не придет. Ну вот если это фотон, действительно, частица. Частица, она делится зеркалом. Если она, есть некая цельность такая, общая цельность, тогда цельность либо налево, либо направо, либо голову сложишь, либо коня потеряешь. Но с электроном ведь тоже сможет. Иначе невозможно. Он с электроном. Вот тоже так пошлешь, и непонятно, куда он пойдет. И тем не менее, ты пошлешь, если будешь брать одиночные электроны, пронесешь. И каждый раз, когда рассказываешь сейчас про фотон, всегда сравниваем с электроном. Нет, если ты будешь посылать отдельные взятые электроны, то электрон пойдет либо сюда, либо сюда. Но нельзя сказать, что это по статистике. Мы не можем знать конкретно, куда он пойдет. Там некой статистики, мы будем в вероятностной форме знать. Заранее мы знать не можем. Но если мы знаем, что здесь мы выпустили, то мы можем включить счетчик антисовпадения. Он состоит, что если он пришел сюда, то у нас одновременно не должно быть сигнала здесь. А если у нас есть сигнал здесь, то нет сигнала здесь одновременно. Для электрона это так. Вот она идет, значит, и для него. Либо туда, либо сюда. А для фотона? А для фотона этот эксперимент был, я, видите, с конца его объясняю. Значит, первоначально использовали слабы артутного света. Ответ. Какой был ответ? Всегда делилось на части. Другое дело, что на счетчик антисовпадений получался немножко странный результат, о котором я сегодня буду говорить, но он делился. Ну, у людей, блин, счетчик, лампа была слабая, была надежда, что он посылает фотоны по одиночке, но тем не менее, у вас всегда было здесь и всегда было здесь, примерно так. После этого начали делать эксперименты попозже, появились лазеры. Это уже 60-е года. Забасили сюда лазер, который лазер выпускает по одному фотону. Вопрос, что будет? А возможно ли так? Ну, слабый. Будь уверенным в том, что он выпускает по одному фотону? Слабый, слабый. Слабый как-то. Ну, не знаю, может быть, и нельзя. Ну, они бы считали, что интенсивность его настолько слаба, что они должны либо там, либо там длили. Ответа опять нет. Он опять делился здесь. И это все бодяга проложила в 86-м году, когда начали использовать двух уровня кальциевый лазер. А кальциевый лазер, вон что он состоит такой? Вот он, как бы, вот у него сперта, он состоит из двух частей. Получается. Вот он такой. Видно там? Вот, да? Вот он, сейчас я другой карандашик возьму. Вот он, из таких двух частей. У него сидит, он находится сейчас в основном состоянии, а потом он прыгает через два. И он выпускает два фотона. Соответственно. То есть, бац, вот находится, что там, какая там частица, вон там двух состояний. Вот первый раз излучил, и второй раз попал на нитюр, и второй раз излучил. Поэтому предложили сделать следующий эксперимент. А давайте вот здесь мы поставим еще один счетчик, который первые вот эти фотоны будет регистрировать. И он их регистрировал. Вот он зарегистрировал вот эти штуки, и тогда у нас что получилось? Какой результат? Результат такой, что приходил либо сюда, либо сюда. Экспериментально фотон был обнаружен, соответственно, в 1986 году, через 81 год после известной работы Нобелевской премии Айгерта Эйнштейна. Вот. Такова ситуация. Ну, с одной стороны, все... Еще раз повтори, где был поставлен счетчик? Счетчик стоит вот здесь. У тебя источник фотонов. Значит, у тебя сначала работает первый счетчик, который фиксирует то, что у тебя система, лазер, свалился через первое состояние. То есть, везде, что тебя запускается два фотона, считается. Первый ты сразу же зарегистрировал. Второй фотон, у тебя идет вот это делительное зеркало, которое раньше их всех делило всегда. Теперь она перестала делить. То есть, либо он шел этим путем, либо этим. Либо срабатывал этот, а не срабатывал этот. Либо срабатывал этот, а не срабатывал первый. Такова ситуация. Это... 1986 года. 1986 года. Это эксперимент. То есть, это решающий эксперимент, который говорит, что в каком-то смысле в существовании фотона мы можем... Можем говорить. Сколько раньше не пускали фотоны, или самолетромагнитные волны, они всегда делились на части. Любая волна, столько лучше с препятствием, она делится на части. А если будет частица, она частица, она единая, но на части не делится. Она либо туда, либо сюда. И вот, наконец-то, в 1986 году, это очень тоже важно понимать, был поставлен... По-моему, к нему приложил Аспе, решающий тоже наш знаменитый товарищ, руку свою. Такой вот эксперимент. Это достаточно важно. Но теперь давайте посмотрим, вернемся опять в 1905 год, и воспринимаемся вспомнить, что такое у нас фотоэффект, и как он происходил. А происходил он следующим образом. Светились светы на некое вещество, после этого там возникал ток электронов. В чем состоял прикол главный, с которым не могли понять, как его сделали. А прикол он состоял в следующем, вот как на этом электричестве. Как только частота электрического тока переходила через некоторую величину, у вас сразу же появлялся ток. Если частота электрического поля была меньше, а мы светили мощнейшим прожектором, ну, маленькой частоты, да, из остающей частоты, то электрический ток не происходил. На этом основании Эйнштейн ввел понятие фотонов, то есть неких частиц, энергия которых равна h nu. h nu, где у нас есть некоторая частота. Вот такова. Получалось, что как только он переходил, а что такое интенсивность? Интенсивность – это большое количество фотонов. Только он выглядел вот так. Как только мы перешли через эту частоту, то у нас ток начинает по линейному закону возрастать. Кроме того, еще был следующий тоже странный аргумент, который… Нет, подожди, то есть накачивание идет не линейно, а как-то скачком? Нет, у тебя… На определенной частоте вдруг скачком начинает… Да, скачком появляется ток, да. И он начинает возрастать после частоты. Тем выше у тебя это… А должно было по и теории быть линейным? Да. Если вообще должен был быть этот эффект, то он должен быть линейным? Да, если он должен быть, то у нас… По классической теории. Да, по классической теории у нас энергия, она от чего зависит? Ну, от этой интенсивности, амплитуды. Потому что мы можем поставить ее, вот эту вещь, как бы, как плоскую волну, допустим, вот такую амплитуда. Е, им, омега-т, плюс Кт. Кр. Кр. Да, Кр, так, Кр. Кр, вот. Плюс Кр. Ну, блин, вот так. Да, Кр, вот. Что по классической теории было-то? У нас энергия, она зависит вот от альфа. Чем мы больше светим, не альфа, а вот эта буква А, тем мы больше передаем, как бы, энергию. Тем, раз мы больше передаем энергию, то мы дольше электронов должны вышибать. Но это происходило не так. А Эйнштейн предложил... То есть, зависело не амплитудой. Да, зависело от частоты, от некой пороговой частоты. В классике смысле энергия тоже, она зависит от частоты, просто там, там, проходит функциональный квадрат, от частоты, и даже такая амплитуда. Вот, то есть, вот такова наша ситуация. То есть, была предложена следующая ситуация. У нас есть электрон, который сидит на некотором энергетическом уровне вокруг ядра. В него попадает фотон, если его энергия, вот эта Ашнюн, меньше некой пороговой энергии, то ничего не происходит, вышибания не происходят у электронов. Если она больше этой энергии, то у вас происходит вышибание электронов. Но вот важно, что вот эта штука. Поэтому было интересно... Не на всякой чистоте это происходит? Нет, это чистота, энергия зависит от чистоты. Ашнюн. У нас энергия, это зависит от чистоты. Поэтому, если у тебя есть некоторая пороговая энергия, то есть, потенциал вот этого вышибания, то, значит, у нас, вот, оно, дело происходит так. И, казалось бы, вот, Анштейну казалось, что он открыл существование фотонов. Действительно. Есть электрон, к нему летит какая-то частица с определенной энергией, либо она вышибает, либо его не вышибает. Что такое интенсивность? Интенсивность, это много таких частиц. Если все частицы будут с энергией меньше вот этой неупороговой, но нулевой, то тогда ничего не вышибает. Хоть прожек-то у нас летит. Хоть мощным лазером, ничего не будет происходить. А если у вас хотя бы одна будет, то она один электрон вышибет хотя бы. И у нас будет некий сток слабой интенсивности. Да, потому что два электрона, прилетевшие с частотой, меньше пороговой, они просто не сложатся, да? Да, они не сложатся, они конечно не сложатся. Каждая одна акта с электронно взаимодействовать, и все. И вот у нас возникла вот эта заключительная теория, она казалось быть очень простой, все объясняла, все это было. Кроме того, это было похоже на упругое взаимодействие, ими поэтому вот считалось, что ток от времени вылет, он вот такой очень быстрый. Здесь вот этот параметр стоит, это вот здесь вот это характерно, это 10 минус 9 секунда, это не измерение эллимпирически. То есть мы светим, в период 10-9 секунды у тебя происходит резкий выброс. Вот, и все, это было хорошо, но потом появилась квантовая механика. Квантовой механики не было, а потом квантовая механика появилась. И где-то в годах 50-х ребята догадались построить следующую, совсем другую теорию. Давайте мы посмотрим на свет, на классическую волну, а атом будем рассмотреть квазиклассическим, то есть квазиквантовым случаем. Что это означает? Что у нас получается, что атом вот этот, он у меня находится как бы некое основное состояние, и вот там есть еще большое количество там дальше возбужденных, то есть ионизация его. Нет, то есть представление об этом, а квантов остаются, а квантование, да? Ну не квантование света. То есть смотрите, какова была ситуация. Была первая ситуация, мы думали, что атом, это вот некое ядро, и у него где-то на потенциале сидит электрон, да? Где-то. И ты как бы берешь из него и вышибаешь вот этот электрон. Просто ударил по нему фотоном и вышиб. А теперь мы рассматриваем, пусть у нас налетает некая волна, но у нас атом состоит как некая совокупность энергетических уровней. Основного уровня и так далее, да? Всех этих прочих. И тогда ребята сделали свойствами классической электродинамики. Что они сделали? Они показали, что вывод электронов начинается, когда у тебя есть некое условие резонанса. А как раз условие резонанса, оно таким образом и выглядит. Е запирающее, запирающее. Вот он. То есть, грубо говоря, мы начинаем возбуждать некоторые колебания внутри атома, да, электронные. И когда они, наконец, эти колебания доходят до резонанса и перекидываются через эту частоту, то у нас как бы атом и получается, и излучает электрон. Это очень странная вещь. Им сразу же начали говорить, ну вам уже нужно время. Некоторое. Для всего этого. Пока мы его здесь возбудим. Они взяли, просуммировали тоже технологии классической теории поля и показали, что картинка будет вот именно такая. То есть, у нас ток получается действительно лучше. То есть, плантование света обеспечивается только просто тем, что сам атом плантуется. Да. То есть, свет нифига не плантуется получается, а сам атом плантуется. И отсюда возникает эффект плантования. Да, да, да. С точки зрения Эйштейна было наоборот. С его точки зрения казалось, что у нас налетает свет в форме частицы и бьет по электрону. По классическому практически. По квазиклассическому случаю. То здесь как бы она получилась, что атом сам, его состояние квантуется, а волна как была волной, так волной. И поэтому порциями употребляется, потому что... Да, да. Потому что квантованы уровни возбуждения у атома, уровни ионизации. Вот это вот такая была забавная история, про которую я как бы хотел сегодня рассказать отчасти. Сейчас мы перейдем позже. И мы видим неожиданно, что... Какой уровень атома и уровень электронов? Что Альберт Эйштейн мог вернуть свою Нобелевскую премию в Атх. По той простой причине, что получилось, что его объяснение оказалось единственным возможным. Если бы на тот момент существовала квантовая электродинамика в каком-то развернутом виде, Ребята бы всю вот эту работу бы проделали и показали, что гипотеза фотонов является ненужной и избыточной. Квантовая электродинамика? Ну да. Так нет, квантовая электродинамика и фотоны возникают с неизбежностью? Нет. Как-то нет. Ну здрасте, там или квантование, квантование... Вот у меня на другой стороне эта схема, это тоже вопрос. Вопрос обсудим немножко. Ну вот, если бы существовала, по крайней мере, квантовая теория на тот момент. Хорошо, скажу, что бы существовала квантовая теория. То тогда у нас оказалась бы перед нами такая вот забавная картинка, что мы могли рассматривать свет по-прежнему как волну, движущуюся непонятно где и непонятно почему. Ведь тот же самый Эйнштейн нам отменил гипотезу эфира. С одной стороны. А с другой стороны... Вот. А с другой стороны мы бы все эффекты, которые так блестящие бы снял Эйнштейн, объяснили бы через эту самую картинку. А опыт 1986 года вроде бы показан, что... Вот. Вот. И получается, что опыт 1986 года, что я хочу... Эйнштейн возвращает свою на близкую премию, потом доживает до 1986 года, и ему ее опять возвращают. Но тем не менее. Хочется сказать, что Эйнштейн тогда в своих экспериментах, не экспериментах точнее, в своих объяснениях ничего не объяснил. У нас действительно гипотеза существования фотона от 1986 года. Вот только в 1986 году это... Это я уже жил на белом свете, ну как и почти все, с исключением Саши. Только тогда это дело и появился. Теперь, значит, эти мои замечания. Теперь посмотрим на современную картину, то есть на картину квантовой электродинамики. Но для этого мне, наверное, надо развернуть доску. Значит, у нас какова у нас сегодняшняя картинка? Я постараюсь показать, что введение фотона в квантовые электродинамики, в общем-то, является общим местом просто. Люди, которым не занимались теоретической физикой никогда, кто как бы этого не знают, это им кажется сенсационным, а на самом деле это дело обстоит именно так. Оно приводит к двум фундаментальным, не ошибкам точнее, а проблемам. Проблема, первая проблема, она состоит в том, что именно введение фотона приводит к самой главной расходимости электродинамики квантовой, которая является матерью всех расходимостей. И что такое проблема современной теории поля? Она в том, что там многие величины, которые есть, они обращаются к бесконечности. Ну, мы вот в классической механике, в классической физике привыкли работать с классическими, с фиксированными, с небольшими величинами. А там все, чего не возьмешь, все бесконечности. И заряд бесконечный, и всевозможные энергии бесконечности. Есть переномировка, есть переномировка. Есть переномировка, а переномировка, она как бы нет, грубо говоря, такой физический смысл. Ну, считается, что у нас есть некий трезаряд. Если мы с этим зарядом будем работать, то мы увидим, что из формы квантовой электродинамики он обращается к бесконечности. Но мы говорим, но он же на самом деле не настоящий заряд. Дело в том, что то, что мы наблюдаем, мы наблюдаем заряд эффективный. У нас вокруг возникает, скажем, поляризация вакуума, то есть срождаются виртуальные пары все время. А поскольку у нас есть заряд, то при рождении, например, электронно-позитронных пар немножко положительные заряды, то есть позитроны, немножко притягиваются к нашему заряду. А отрицательные заряды электроны виртуальные немножко от него отталкиваются. И возникает явление, называемое поляризацией вакуума. Поэтому то, что мы говорим, наблюдаем, это всегда не тот заряд, который фигурирует, например, в формулах классической электродинамики. Поэтому о нем говорят только о затравочном заряде. И развита целая техника. Эта техника, на мой взгляд, я ее плохо, может быть, знаю, не является совершенно честной. То есть это некие искусственные построения. Сами физики это отлично понимают. И они все говорят, что это связано с тем, что у нас квантовая электродинамика не является полной дисциплиной. То, о чем я собираюсь говорить, оно состоит в следующем. Что у нас будет показано, что попытки вести фотон, как таковой, а он приводит к той фундаментальной вещи, что у нас возникает расходимость. То есть у нас все соотношения энергии тут же обращаются в бесконечность. С ней борются, но они не борются честным образом. Это первый момент. Второе, у нас есть представление волновой функции фотона. Для плотности вероятности мы узнаем вот это соотношение Борна. Оно состоит, что если мы хотим найти вероятность нахождения в определенном объеме, мы берем квадрат волновой функции, интегрируем ее по этому объему, и находим вероятность его нахождения. То есть мы придаем смысл плотности вероятности волновой функции плотности вероятности. Волновой функции тоже можно вести ли фотон. Но координатное представление не значит абсолютно ничего. Это некие абстрактные коэффициенты. Соотношению Макса Борна, не Бора, а Борна, они вот этому не имеют никакого отношения. Это как бы странно и интересно. Получается, что вводя фотон в квантовой электродинамике, мы сжертвуем первым пониманием того, что может быть это не так страшно, известная формула квантовой механики для вероятности нахождения частиц, трех координат. И второе, получается таким образом, что мы обращаем это соотношение для энергии в бесконечность. Давайте немножко проследуем. Это все-таки связано с тем, что частицы понимаются в пространственном смысле как точку? Все расходимости никак? В квантовой электродинамике она не понимается? Нет, это, к сожалению, не так. Я прямо сейчас покажу, что это не так. Значит, смотрите, господа, где это можно спокойно прочитать? Четвертый том, в ландау лишится квантовая электродинамика. Первая глава начинается с обсуждения квантования электромагнитного поля, по дираку. Дирак это первая часть, извините, по-моему, такой вот еще. Значит, то здесь первое делается. Вот под циферкой один, зеленким цветом, начинаем писать уравнение Максвелла. Для электрического и магнитного поля выполняются следующие соотношения. Почему? Потому что здесь мы выполняем некую, так называемую, поперечную калибровку. Потому что мы же знаем, что все значения для векторного потенциала, а это у нас векторный потенциал, они выполняются с некой точностью. Вот. Ну, легко понять, что из этой точки у нас физически является только поле Е и H. Если мы K добавим некую постоянную величину, то производные эту постоянную величину убьют. И поэтому мы понимаем, что A у нас определено с определенной точностью. Эта определенная точность можно выполнить тем, что мы накладываем некие дополнительные условия, так называемые калибровочные условия. Вот здесь используются калибровочные условия поперечной калибровки. Смотрите, сразу же возникает какая-то проблема. Я это долго тоже не понимал, сейчас я это понимаю. Можно с уверенностью утверждать, что квантовая механика не является калибровочной вариантной теорией. Это как бы странно, если классическая литродинамика является калибровочной вариантной теорией. Ну, в частности, мы добавляем K в постоянную величину, поэтому мы можем рассматривать, ну, либо, например, производные некоторые функции, мы можем рассматривать с точностью, да, некоторой функции. То квантовая механика, она не такова. У ней дело, например, то, что у нас фигурируют уже не наблюдаемые в личне, как в квантовой электродинамике, то есть E и H, напряженность электрического магнитного поля, а в ней фигурируют другие величины, то есть непосредственно потенциал, в частности, приводит к такому яркому необычному эффекту, как эффект аэронного бомба. Помните, мы о нем тоже рассказывали как-то многочередно, не один раз. Поэтому сразу же, вот этот первый шаг гираковский, он вызывает некоторое недоумение. То есть с этим недоумением я должен был справиться следующим образом, я должен был выбрать другую некоторую калибровку и попытаться, попытаться эту логику, которую я сейчас буду рассказывать, не применить. Если бы я применил логику, которую я бы рассказывал, то что там было, то тогда бы у нас вот так оно бы и происходило. И если бы мы посмотрели на результаты, то можно было бы что-то обсуждать. Я просто этого не делал. Такова вот эта ситуация. Теперь вот этот самый потенциал. Раскладываем некоторую сумму. То есть берем некий фиксированный объем и начинаем раскладывать его на плоские волны. Плоская волна и КР, это туда пошла. И плоская атанас минус КР, это которая отраженная волна. И по этим волна мы их осматриваем. В зависимости от времени она у меня здесь заброшена, вот здесь сюда в коэффициент. Теперь, как дальше мы будем работать? Дальше мы вводим для него канонические переменные. Теперь тоже, какие здесь комментарии можно проявлять? Ну, в первую очередь, почему здесь апеллируется к лагранжевому формализму? Ну, это часто люди работают к лагранжевому формализму. А это она состоит в том, что у нас есть некий интеграл от некоторой величины, от лагранжа. И мы пишем уравнение движения таким образом, что этот интеграл принимает минимальные значения на точке, например, х1 до х2. Но это не всегда так для физики. Например, когда у нас есть диссипативные силы, то есть, например, сила трения какая-то, то лагранжевому формализму там не подходит. Тем не менее, мы здесь полагаем молчаливым образом, что у нас лагранжан и термины гамильтониан совершенно подходят для описания этой системы. Ну, оно кажется естественным, но его надо тоже рассматривать. Вводятся канонические переменные q и p. Вот они вводятся вот таким образом, через вот эти наши коэффициенты. Тогда гамильтониан е квадрат плюс наш квадрат, он переписывается следующим образом. Вот посмотрите на это. Это простой классический осциллятор. Что такое классический осциллятор? Ну, математический маятник, допустим. Его уравнение, вот уравнение из такого гамильтониана, оно будет и такое. Вот его уравнение будет вот, оно вот такое будет, α на x равно 0. Или это грузик на плужинке. Или что-либо еще. Вот его уравнение. Вот из такого квадратного уравнения, p это как бы импульс, а p это как бы координаты между собой не связаны. Получается вот именно такого грузика на ниточке или что-либо еще. Кроме того, что раз у нас есть условие поперечности, вот обратите внимание, вот это гиф равно a, тогда это означает, что каждый p, k, он имеет две компоненты. Перпендикулярный вектору а как бы. То есть а1 и а2. То есть у нас есть спектр направления k. И к нему есть у каждого вектора p, p, 2 перпендикулярных компоненты. То есть движение как получается таким. Вот это здесь у нас, оно происходит. Теперь самый важный момент, который существует в квантовой механике, то есть в теории так называемое вторичное квантование. Что такое вторичное квантование? Вторичное квантование это когда мы канонические перемены, то есть классические импульсы, координаты, заменяем на оператора. Просто берем их из оператора. Но в чем у операторов особенность? У операторов особенность в том, она состоит, что они его с тобой не коммутируют. Ну достаточно посмотреть для этого на такой оператор, как оператор взятия производной. Вот с точностью d-i он будет по простой импульсу квантовой механики. Если мы возьмем его на оператор x минус x на оператор d от x, мы видим, что эти операторы будут равны единице. На самом деле, потому что если мы берем подобного рода составляющую, дельта x, x на какую-то произвольную функцию фи, то это будет фи плюс d под x фи. Вот так, под x фи. Ну потому что произведение вот таких производных это сделается. И в результате у нас эти операторы не коммутируют. И здесь они точно таким же образом, очень важно понимать, что они не коммутируют. Но ввести мы эту ситуацию, мы можем. Что тогда у нас получается? Мы видим ту же самую функцию. И вот все квадратичные штуки, они здесь сокращаются. Почему они сокращаются? Потому что известно, что при интегрировании по объему, вот такие координаты, коснус к r на синус к r по dv, да, по подъему, равен нулю. Вот так. Это вот эта ситуация. И мы видим, что это соотношение для осциллятора. Возникает обычно. Но мы же знаем его спектр. Мы знаем, что энергия это, собственно, значение этого оператора. Это будет некое число n целое плюс 1 вторая. И 1 вторая нам крайне важна. То есть у нас что такое квантовый осциллятор? Это есть некая ситуация нуля. Всегда существуют некие нулевые колебания. Колебания вакуум. А потом идут остальные там. Дым, 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 дым. И вот эта 1 вторая нам портит всю картину. Почему? Потому что мы, когда собираемся переходить к бесконечности, ко всему объему, мы это дело должны просуммировать по всему объему. И тогда вот эта 1 вторая у нас приведет к расходимости. Она обратится всегда к бесконечности. Но представь себе, что n равна нулю. То есть у нас ничего не возбуждено. Одна вторая осталась. Мы ее в бесконечный раз просуммировали. И получили опять бесконечность. Таким образом, из самого принципа построения принципа вторичного квантования и построения гамильтониана для свободного электромагнитного поля возникает такая вещь, что у нас возникает первая, самая главная расходимость. Как поступают физики, будучи честными ребятами от природы? Они одну вторую это отбрасывают, конечно. Как они говорят? Как говорят самые честные люди, типа Ландау. Они говорят, что квантовая электродинамика не является полной и законченной теорией. Поэтому для условий нашего дальнейшего изучения эту одну вторую можно отбросить. Я хочу заметить, что с импульсом дело тоже так, как постоит. Да, Игорь, ну а тогда, в принципе, может быть такой момент мы можем заметить. Мы объявляем наши коэффициенты с операторами. Да. Ну а, собственно говоря, кто сказал, в какой момент мы должны их объявить? Может быть мы должны объявить их операторами после того, как мы просто классические коэффициенты как бы… там же нет соотношения коммутации для классических коэффициентов. Там же мы можем как бы это… Можно подкажу? Да. Там же мы можем как сказать… Где тут? Сейчас, подожди. Условно говоря, если бы эти штучки не были операторами, мы можем бы эту одну вторую здесь просто отбросить и написать… Ну здесь одна вторая уже дворчина. А потом уже после этого… Сначала привести их, условно говоря, к нормальной форме, да, где операторы рождения стоят слева от операторов уничтожения, ну коэффициенты вот такие. С плюс стоят слева, а потом только объявить их операторами. Нет, но мы это можем сделать, насколько это будет честно. А почему не с другой стороны? Нет, я понимаю, что после того, как мы получаем одно соотношение, а потом вычитаем из него бесконечную величину, просто так, нам уже ничего не страшно после этого. Потому что что может быть хуже. Нам ничего не страшно. Вот. Ну, с другой стороны, ты предлагаешь его не писать в семифичном виде, да? Ну, как бы, да. То есть, можно было бы, пока эти коэффициенты, классические функции, так сказать, просто написать их, как бы, убрав одну вторую, когда… Ну, понятно, что у тебя, получается, ты хотел бы начинать вот это, вот это, сейчас нет, с оператора рождения первое, да? Да, да. Сначала рождается частица, потом она умирает. Да, то есть, ну, так записать еще, пока они не операторы, а потом уже обидеть их операторами. Ты знаешь… Ну, давай подумаем, как это… Давайте это, как бы, за стороной оставим, пока вопрос остался. Давайте дальше, дальше. Вот. Ну, аналогично здесь еще написано соотношение для Умова-Пойтинга. Значит, это… Западную литературу придумал его замечательный российский физик-теоретик 19 века Умов. Поэтому, в честь его он называется вектором Пойтинга. Вот. Это импульс, он задается вот такой формулой. Е умноженное на векторное произведение. Точно так же можно построить оператор. У него будет N, вектор нормальный здесь будет ходить. У него будут собственные числа, тоже с одной второй. Ровно такая же ситуация. Значит, к чему я, как бы, все это рассказываю? Я все, как раз, обращаю на одну вторую. Значит, мы перешли к следующему представлению. Мы ввели оператор рождения и уничтожение. Это означает, что у нас есть некоторое состояние, допустим, что такое оператор С плюс. Это когда он действует у нас на некоторое состояние, состояние N-1. Его действует и переводит его в состояние с N. То есть, у нас есть числа заполнения. И оператор как бы рождает фотон в этой частице. Одновременно вот этот оператор С, он у нас является оператором уничтожения. Он действует наоборот. У других матричных элементов у нас, у этого оператора нет. Вспомним наш замечательный эксперимент, который привел в 1986 году появление фотона. Что там произошло? А что там, по сути, произошло? А мы, когда квантовые механики первый фотон поймали, то есть первый раз квантовая механическая система упала на первый уровень на промежуточный, чтобы спустить следующий фотон. Когда мы его поймали, таким образом мы привели собственное состояние нашей квантово-механической системы к собственным состояниям оператора количества частиц. мы научились считать. Именно поэтому этот эксперимент возможен. На самом деле, у нас все дело обстоит гораздо хуже нашей повседневности. В повседневности у нас оператор гамильтонианной системы любой, он нас не коммутирует с операторами, скажем, рождения и уничтожения. Он с ними не коммутируется никогда, по сути. К чему это приводит? А к тому, что это приводит, что мы не можем интерпретировать любые наши факты в терминах числа заполнения. Но в данном случае мы это можем, и тем не менее у нас проволучается, потому что он коммутирует. Приходим к странному выводу. Мы видим, что у нас появляются расходимости, которые являются матерью всем их расходимостей. Таким образом, получается, что можно попытаться объяснить фотоэффект, не приблигая к гипотезе фотона, раз. Во-вторых, что гипотеза фотона в квантовой электродинамике имеет два странных следствия. Первое это следствие, это то, что у нас возникает расходимость, то есть у нас соотношения для энергии, для значения обращаются в бесконечность. И второе, то, что мы вынуждены будем отказаться от понимания равной функции. Если мы квантуем электромагнитное поле, то получается расходимости. То есть представление о квантах электромагнитного поля приводит к определенной водопроблеме. Так приводит к представлению о квантах любого поля, только электромагнитного. Только как ты фотоэффекты объясняешь из того, что в твоей гипотезе, допустим, нет такого квантования, оно невозможно? Как фотоэффект тогда работает? Фотоэффект работает так, как было в предыдущий раз. То есть у нас квантовый атом, где квантуется уровень электрона, тут он работает, и на него налетает обычная классическая волна. Понятно. Но если, во-первых, отбросим все эти квантования, естественно, насыщение квантового электродинамика. Да, да. А у меня есть определенного рода достижения большие. Но эти достижения, в известном смысле говорю, что получены нечестным путем. То они состоят, что мы игнорируем всевозможные роды расходимости. Почему, как мы их расходим, их не знаем. Мы поэтому видим, что представление о фотонии, как о некоторой частице света, оно противоречиво внутри самого себя. То есть оно не является неким цельным единым обстоятельством. А вот этот эксперимент 1986 года интерпретировался как бы точнее-то как? Значит, там надо интерпретировать не то, что обнаруживается частица такая фотон, а как? Нет, его как раз можно так интерпретировать. Но она состоит в том, что ты оператор, когда ты меряешь первый фотон, ты систему как бы преобразуешь. У тебя оказывается, что собственные функции гамильтониана, они одновременно и являются собственными функциями операторов рождения и уничтожения. То есть это редкий случай, когда ты систему переводишь так называемое Фокковское состояние. Вот в чем дело. Они как делают? Они переводят систему Фокковское состояние, и тогда у тебя, измерив первый фотон, да? Они фактически изменили систему. Изменили, конечно. Но это понятно. Механическим образом, через наблюдатель, через все, да. То есть и тем самым возник фотон? Да, и тем самым возник фотон, да. Правильно очень, да. Они бы создали, короче. В смысле, да. Таким образом, они бы сделали ее таким образом, что у тебя операторы от С плюс и С минус в токе. А в свободном состоянии такое происходит? И собственные функции оказались одновременно собственными функциями. А в свободном состоянии это никогда не удалось получать. Получать, не могу сейчас доску перевернуть, получать, приходилось всегда другие результаты, не имеющие к этому никакого отношения. И только использованные двухуровневого кальциевого лазера, то есть вот таким способом, что у тебя через два уровня, что система проходит через два уровня и излучает как бы две частицы, первую и вторую, с разными частотами, то вот оно и привело к определенному роду успеху. Этот успех очень поздний. Просто если еще тут такая проблема есть, что если потом не очистится, то тогда есть эфир. Должна быть среда, в которой распространяется электромагнитная волна. А как? Как ты представляешь себе волны, которые не распространяются в какой-то среде? Ну почему? Ну они сейчас волны. Эфир могут лететь? Я не знаю. Я про эфир ничего не могу сказать. Нет, но эфирная теория вот эта массовая, она до сих пор и есть люди, которые зарабатывают и издают труду. Есть ситуация, что Эйнштейн отменил эфир, но с другой стороны, его пространство-время – это тот же самый эфир, по сути. Другие говорят, что нынешний физический вакуум, который имеет ненулевую энергию нулевого состояния, ненулевую энергию нулевого состояния – это тоже тот же самый эфир. И так далее. Абсолютная система есть какая-то, да? И смысл-то эфира, что это абсолютная система. А что ты? Еще прокомментировать, говорю, что возникает подобная расходимость, но вообще это как бы… Собственно, эту расходимость физики из-за расходимости не считают. Для него не существует никаких перенормировок. Да, да, да. Этим она мне и дорога особенно, что перенормировка для него и существует. Собственно, подлинные расходимости возникают в матрице рассеяния. Но для них существуют перенормировки. Да. То есть ложь укрепилась в современной физике очень глубоко. Не, но дело в том, что это просто доверие к математике, потому что математики, сами понимаете, можно заранее получить любой напередзаданный результат, если хорошо вертеть к математике. Напередзаданный или более напередзаданный – это не получится. Ну, надо, например, решить проблему расходимости. Может что-нибудь при этом начать? Да. Да. Это правильно очень замечено. Еще раз это повторю. Что эта расходимость, вот эта, а на массе этих других расходимостей, для нее не существует никакого метода борьбы. Нет, но я могу сказать, если бы перенормировки были, так сказать, обманом, какой-то натяжкой, то… Ну, Игорь на это намекает. Нет, нет. Никакими перенормировками мы не смогли бы получить правильный результат. То есть, даже не то, чтобы правильный результат, подогнать под какую-то одну конкретную задачу было бы можно. Но построить непротиворечивую теорию, которая во многих помогала решать многие задачи, было бы невозможно, если бы это было чистой воды, обманом. Да. Мне это больше всего напоминает ситуацию с эпициклами. Когда вместо того, чтобы думать, как Земля и другие планеты вращаются в угол Солнца, создавали геоцентрическую систему, когда все вращалось в угол Земли. Но при том, введение большого количества эпициклов. Дело в том, что в чем проблема? Понимаете, я не знаю, с чем связаны расходимости, но есть вообще такое подозрение, что они связаны просто именно с тем, что мы используем теорию возмущений. А ведь, собственно говоря, что такое теория возмущений? Мы же, пользуемся планторами, так называемым представлением взаимодействия, где, фактически, наблюдаемые операторы, соответствующие наблюдаемые, развиваются по уравнениям, как бы, со свободным гамильтонианом. И даже мы пользуемся приближением свободных полей. То есть мы считаем, что на бесконечности у нас поля свободные. Иначе нам не построить теорию возмущений. Иначе нам не для матрицы рассеяния. Я скажу это человеческими языками. Это означает, что у тебя что-то, какая-то волна налетает на квартру механическую систему, дальше в одном природном объеме с ней взаимодействует, и дальше улетает, там, наверное, ничего не действует. Вот то, что ты хотел сказать, Стас. Но это же не так, на самом деле. Взаимодействие локальное, хотите сказать? Не локальное, но, как бы, во некой области заданное. Но локальное это есть. Локальное взаимодействие. Локальное – это другое совершенно. я не распространяется глобально должно быть глобальным мысли дали в бесконечном другое взаимодействие в любое пространство локализованно правильно сказать локализована не локально локализована локализованная тогда ты берешь некий гамильтанья нулевой как будто в этом зомодействие нету а это ты считаешь что он как будто это гамильтаньян возмущает Другими словами, понимаешь, если у нас это некое F1, некое F2, то F2 с помощью матрицы рассеяния переводит F1 в F2. И мы считаем F1 и F2 состоянием из свободных полей. Но это же не так, вообще говоря, потому что электрон, скажем, на какую бесконечность ты его не удаляешь, ты с него не сдержишь, собственно, электромагнитное поле, с которым он взаимодействует. Ну, я считаю, что как раз приближение свободных полей, оно оправдано. Оно оправдано, но, может быть, оно и приводит к происходимости. Проблема происходимости, по-моему, состоит совершенно не в этом. И в ситуации гораздо хуже, чем если бы это было бы так. Ну, а чем у нас мешает? Свободная волна налетает, потом как-то начнется, что это с ней происходит, потом она куда-то улетает. Чего не плохого? Состояние электрона даже на бесконечность не является состоянием свободного поля. Он взаимодействует с собственным электромагнитным полем. Электрон-позитронное поле не может быть свободным. Там заряд же с него не сдерешь с электрона. Ну, тем не менее, я полагаю, что причина расходимости не в этом. Все гораздо хуже. Ну, вот видим, что здесь ничего такого нет. Никаких ни электронов, ни позитронов. У меня расходимость есть, и еще какая расходимость. И как с ней бороться, совершенно непонятно. Физики просто опустили руки, и эту одну вторую берут и выкидывают. Ну, они объясняют так, что энергию можно очистить от любого уровня, по-вернему. Ну, да. Вы, на самом деле, к физике ближе. Давайте какие-то выводы делать. Ну, я выводы сделал уже. А то философские. И вот, допустим, если нету такой частицы, как патон, к чему это приводит в физике современной? Какие там представления расшатывают? Вот в эту сторону немножко. Но она все расшатывает. Ну, вот, например, необходимо ли теперь представление об эфире? Необходимо ли восстанавливать Макселусскую теорию, да, от этого эфира? Нет, я не знаю, по крайней мере, отцепи, но она никак не связана, на мой взгляд. Моя идея, она здесь состоит в следующем, что взять и другие калибровки покрутить. Связано с тем, что, быть может, просто получить как бы другой результат. Вот это было бы очень интересно. Потом, опять же, вы помните, была такая идея релятивистская. Может быть, это свойство, прошу прощения, выбранной калибровки было, наоборот. Или что свойство? А? Вот это, вот это. Ребята, вот это. Сейчас вы обсуждаете, это неинтересно, на самом деле, никому. Понимаете, это частный вопрос какой-то. Да, у вас только что было бы интересно, если бы не калибровка, а вообще жизнь устроена? Ну. Ну, вот есть такая, как бы, философская задача, там, допустим, Братский занимался и прочее. Ну, и вообще, релятивистские и квантомеханические, да, представления объединить. Ну, я все занимаюсь, квантомеханические, как бы, в данном случае, если вдруг оказывается, что патронные частицы, получается, что их объединители, то, что, тогда получается, что патроны не подчиняются никакой квантомеханике, они не живут по какой-то своей, там, теории. А квантомеханические объекты, да, это вот частицы, то есть электронные, это вот другие. Какие частицы, ну, во-первых, существуют, существуют же эффекты, скажем, пробоя вакуума, которые, как бы, совершенно, ну, определенно говоря, что фатон это частица. Ну, как у тебя было? Подождите, еще раз говорю, мы сейчас обсуждаем, вот, Игорь, привел гипотезу, что, может быть, фатронные частицы, тогда возникают какие проблемы? Прежде всего, возникает проблема, что для такой, такой сущности, как электромагнитная волна, требуется специфической теории, да, какая-то. И я вам не подчиняюсь уже тогда квантовой механике. Получается, что, в принципе, есть расходимость, да, с одной стороны, теории электромагнитной волны, да, и с другой стороны, квантовой механические теории, связанные с частицами. Да, современные физики это объясняют следующим образом. Они говорят, что квантовой механикой является теорией существенным образом нелокальной. Именно не локализованной, а не локальной. В то время как теория поля, и, в том числе, квантовая, не квантовая, а классическая электродинамика, являются принципиальным образом локальной теорией. И представление этих двух наук между собой синить нельзя. А где же нелокальная квантовая механика? Ну, нелокальная. Теория, теория, эксперимент Вадольфского-Розенова. Ну, например, да. Ну, во всех случаях, математический аппарат для квантовой механики, там все локально же. Ну, вот если мы же его переведем к квантовой механике Дэвида Бома, то мы увидим, что там есть квантовый потенциал, который существует нелокально. И кто пользуется этой теорией для решения задачи? Нет, давайте дальше рассуждать. Что еще такие проблемы? Возникли проблемы, что никакой единой теории поля, наверное, нет. Ну, не оттуда, когда... Нет, есть ключевая частица здесь, да? Нет, я хочу сказать следующее. Это сила, а не частица, а ключевой элемент. Смотрите, здесь другая... Да, ключевой, да. Это другой, да, это ключевой вопрос тоже. Но ситуация достаточно радикальна, потому что я все время говорю, чтобы справиться с сотруднением, которое существует в современной теоретической физике, надо вернуться к основам. Люди строят сложнейшие теории, связанные с теорией сильного взаимодействия, что-либо еще. Тем не менее, у них в бэкграунде, в самом самом основании, лежит проблема, на которую они давно махнули рукой и с ней не пытаются справиться. Вот она, вот это, скажем, одна-вторая. То есть, вот эта самая штука. И они, наверное, действительно махнули рукой. Как так? Почему так? То есть, есть некая крепкая традиция, которая говорит, что на нее полагается махать рукой. И люди даже не пытаются с ней справиться. Это понятно. И это помните, в свое время с фотоэффектом никак ничего не могли сделать, да, там? Точнее, с излучением черного тела, да? И в итоге, к чему это привело? Так что, может быть, вот и это тоже, к чему это должно привести? Ситуация, на мой взгляд, принципиально другая, потому что там физика мне это осознавалась, и никто рукой на эту проблему не махал. А сейчас просто махнули рукой. Махнули, и все. Мы давайте там построим какой-нибудь навороченный гаментонян, вот этот не пишем. Не такой простой, как у меня здесь, а какой-нибудь такой, ох, большой, сложный. Но у него в бэкграунде всегда будет одна, это одна, вторая. Это не решено. На самом деле, самое интересное, что представление о квантовании поля стало настолько стандартным, что о нем даже никто уже не обсуждает. А получается, они не могут проквантовать гравитационное поле. Ведь может быть... Да, получается, что не электромагнитное свободное не могут проквантовать. Да, получается, что на самом деле вообще принципиально есть разные существа, это, допустим, гравитационное поле, да, оно не квантуется. Теперь получается, что ты утверждаешь, что электромагнитное поле не квантуется. Ну, в каком-то смысле оно квантуется. Это крак современной физики, вот в том ее виде, как оно излагается. Потому что представление о квантовании поле, это обладает в основе современной физики. Да, но с другой стороны, они благополучно эту одну-вторую отбрасывают и эту восходимость на нее забивают. И при всем при этом у них дальше получается красивая, сложная, чрезвычайно сложная теория, которая имеет несколько полезных экспериментальных приложений. Несколько. Ну, например, вычисление аномального магнитного момента электрона. Или что-то еще. Стас ушел, блин, я вот еще хотел сказать. Нет, только какую-то тряпочку, бумажку, чтобы не стрелить. Можно, да, уже есть, можно. Идите, длительно. Я еще забыл сказать такую важную вещь. Для существования фотона очень важный является другой эффект, так называемый Кантонный эффект. Да, да. Я, кстати, тоже работать не вспомнил, только что. Нифига не снимает. Там где-то была эта... Да вот салфетка там на кухне лежит. Дайте мне салфетку. Подготовиться надо к таким вещам. Ну, давай. Спасибо. Почерк у тебя, конечно, как будто бы мышка пробежала, хвостик мокнула. Нормальный почерк. Настоящий математик, ты же знаешь, это известный афоризм. Должен быть тупо, ленив и иметь плохой почерк. Знаешь, что он не настоящий математик? И сразу же берешь, так по почерку смотришь. Хороший почерк, все, в математику тебе дорога закрыта. А этот математик-то наш знаменитый, как это? Фадеев. Нет, нет, который недавно там что-то такое решил. Перемаз, что ли? Да, он такой же ленивый этот. Он же вообще, да. Ну, не знаю, я думаю, что он гораздо больше, более успешный математик, чем я. Поэтому можно себе представить, что он себе представляет. Значит, про Комтоновские эффекты. Значит, я про него только знаю, статью эту не смотрел. Вот таким образом, как можно расправиться с фотоэффектом, классической волной, есть тезис, что... Или чуть-чуть подмехлони немножко, а? То это так... То говорят, что точно так же с Комтоновским эффектом тоже можно легко расправиться. В чем он состоит? Он состоит в следующем. У нас, как бы, считается, что налетает фотон, потом он ударяет электрон, да? После этого он летит, рассеивается на некий угол альфа, а электрон летит в другую сторону, как бы. И тогда чистота вот здесь у нас фотона, она меняется, да? Здесь налетело ашню, а здесь стало ашню от альфа, в другую. То есть это экспериментальный? Это многочисленный экспериментальный факт. Хорошо он подтверждается. Я не знаю, как это сделается. Где-то даже могу ссылку, наверное, раздобыть. Утверждается, что вот таким же образом, с Комтоновским эффектом можно расправиться с классическим и вполне с ним справиться. Но что я хочу заметить про Комтон-эффект? Это по поводу старой дискуссии, отражают ли диаграммы Феймана хоть что-то. Когда я начинаю считать диаграмму Феймана, первое, что бросается, хочется нарисовать следующую диаграмму Феймана. Вот такую. То есть у нас здесь фотон, вот здесь у нас электрон, потом электрон проходит, и фотон куда-то измущается. Да? Правда ли? Такая диаграмма Феймана. Да. Так вот нифига. Мне надо прибавить еще такую диаграмму Феймана. Так, так, так. Вот и вот. Понимаете разницу, да? Здесь получается, что мы считаем... Ну, так и что, все естественно, потому что... Что естественно-то? Что надо прибавить, это естественно. Что у нас получается, если мы действительно хотим придать физический смысл диаграммам Феймана, у нас что получается? Вначале летит электрон, потом он... Там, с электрона смотрят, эй, мы видим, к нам приближается фотон. Давайте-ка сами фотоны спустим. Испускают фотон, потом ждут, когда к ним прилетит тот фотон, который они ждут. Возвестить ущерб, да? То есть, с точки зрения, конечно, современных физиков, это нормально, потому что они еще не к таким фокусам привыкли. Но, тем не менее, с точки зрения здравого смысла, кажется, что, возможно, только такая вот картинка, которая отображается первой диаграммой. Когда у тебя летит фотон, потом... Ой, летит электрон, в него попал фотон, потом он немножко пролетел, спустил этот фотон дальше, под другим углом, как вот здесь происходит на этой картинке. Спустил его под другим углом, и снова прилетел, и снова полетел. Это кажется естественным, но правильное вычисление диаграмм Феймана, это то, что это состоит в сумме вот таких двух диаграмм, которые диаграммы, это обычная, привычная здравому смыслу, вторая, которую называю ей там, на корабле. Летит фотон, давайте-ка мы выпустим свой. Выпустим. А зачем второй-то нужен? Для симметрии, что ли там? Ну, теория состоит, что когда вычисляешь эти две диаграммы, получаешь правильный результат. Нет, дело не в этом. Просто, что такое диаграмма? Это же там соответствующие, как бы, нормальные произведения, с кронологическими спариваниями, и там ты, соответственно, можешь спаривать по-разному, двумя разными способами. Нет, это я просто говорю, что некоторые люди дошли до того, что они начинают думать, что за диаграммой Феймана скрывается некая физическая реальность. Я говорю про математику, которая подгоняет... Существует некая физическая реальность. А здесь... Мне какой-то подонки здесь нету. Вообще-то. Ну, если у диаграмма Феймана надо нарисовать только одну часть, он не получишь правильный результат, чтобы получился правильный результат, асимметричный результат. Дело в том, что... Нет. Ну ладно, не надо это. Это неинтересно никому. Давайте дальше. Ну, конечно, ты ее все во всяком говорить. Нет, это не удар. Он говорит, как бывает, Стас, он говорит, не ерунду. Ты просто рассуждаешь с тем, что мы говорим спариванием соответствующего рода операторов, их аналогическим опорядочным. Ну, это математическая процедура. Уже стоит из-за этой математической процедуры какая-то физическая реальность. Ответ. Не стоит физическая реальность. Потому что, если бы стояла физическая реальность, то диаграмма выглядела бы только каким образом. Она выглядит как сумма вот этих двух диаграмм, как и следует из математики. Некоторые же думают, что виртуальная частица это не линия, а точно так же по виртуальной частице. Некоторые думают, что виртуальная частица это то, что существует на мире. А на самом деле, это вот что такое. Летит у тебя электрон, потом у тебя, он чего-то там оказывается, ну вот, давайте сделаем так. Потом ты эту диаграмму считаешь следующим образом. Вот он выпустил этот. И вот здесь электрон-позитронная фара. Видно, что это? То есть то, что они наблюдают принципиально. Да. Но с точки зрения математики это правильно. Ты считаешь вторую, например, для свободного электрона, считаешь его вторые поправки, вот через эту диаграмму, правильно ведь? Через нее считаешь? Через что? Подожди. Диаграмму. Вот у тебя летит электрон, потом он, значит, путем фотона обменивается энергия с электрон-позитронной виртуальной парой. Ты имеешь в виду, что поправка к массе, что ли? Зарядка? Поправка к диаграмме. Какой диаграмме? Ну, просто для обычной электронной. Пример, пример. Для свободного электрона. Весняв, что-то там еще как-то. Ну, пример просто использования диаграммы. То есть, имеется в виду, что есть физический смысл, а есть математические моделирования каких-то процессов. Из них часть физические, а часть просто нужны для того, чтобы математика соответствовала реальному. Ну, здесь, вот так не бывает. А, ну да, 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 так не бывает. Действительно, она же должна быть двухсвязанная. Конечно, она должна двухсвязанная. Ну, Неваш, у вас состоит то, что то, что вы рисуете, это принципиально не наблюдаемое. А не наблюдаемое, вы понимаете, что не существует, да? Да. А она принципиально не наблюдаемое. Это теоретический конструктор. Да, но она из построения диаграммы Фельмана, она как бы следует. Поэтому некоторые люди до сих пор думают, что вот эти виртуальные частицы не существуют. А всего лишь это способ хронологического порядка, очень их заприняем в графическом виде. Этих самых, значит, просто каких-то там операторов в Мадрице-России. Все. Такова вот эта история. Не, просто не с эффектом контента в итоге, что там. В итоге, если мы не через диаграммы Фельмана, там что-то... Нет, я говорю, что я слышал, но работает и сам я не читал. Что точно так же, как с фотоэффектом, расправляются без существования электрона... Без загручения, квантования, электромагнитного поля. Да. Здесь точно так же справляются без... При предложении существования, они расправляются с электром Кортона. Но мне бы, если бы кто-то об этом узнал, мне бы рассказал, я бы очень благодарен, как они это делают. Тоже работал где-то в 50-е, 60-е годов. 60-х. То есть, на самом деле, то, что ты рассказываешь, как бы, по идее, это означает некоторую революцию физики. Да не означает, я выясню, что физики-то все нормально давно знают. Нет, но если как бы фотон не частицы, это вообще, говоря, революция. Подождите, если фотон не частицы, значит электроны и позитроны тоже не частицы, потому что они превращаются взаимы друг к другу. Ну, вот так. Почему? Потому что, может быть, это чистый... То есть, фотон это чистая энергия. Ну, как, почему? Чистой энергии не бывает никакой. Энергия это сразу что сказать. Ленингер, а чистая длина. Нет, это энергия поля. После электромагнитного. Правильно, так говорить, конечно. Нет. Фотон и электрон... Электрон и позитрон превращаются в фотон и обратно. Поэтому, если фотон не частицы, то не частицы и электроны и позитроны. И чего? Почему оно не частицы-то? У нас что, есть такой закон сохранения частичности? Ну, что, как бы, частицы, то есть, две частицы, допустим, они ингилируют, которые превращаются в волну, да? Подожди, я прошу прощения. Я взял ладошкой, ладошкой, у меня есть ладошка, стукнул по поверхности озера. Пошли круги. И чего? У меня ладошка во что-то превратилась? Нет, просто есть энергия, которая перешла в энергии полябания волн. Даже энергия перешла в энергии электромагнитного поля. Да. С фотоном, я же говорю, что в каком-то смысле о фотоне можно говорить. То есть, вот этот эксперимент 1986 года, он позволяет говорить о фотоне как о чем-то в каком-то смысле существующем. Естественно, не, ну, во-первых... Ну, все вот эти штуки, вот эти все, надо иметь, всегда держать в голове, понимать, какая это большая условность, как она далека вот от этого самого шарика, или от пинг-понга, который летит за еще три электромагнитной волны. есть различие какое-то существо между электроном, как частицей, и фотоном, как частицей. Да. Пониманием фотона, как частицей. Да, 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 да. Это правильно сформулировано. Если это... Если понять, что... Между пониманием атома, как частица, электрона, как частица, и фотона, как частица. Это не одно и то же понимание. Фотона, как частица, и электроны, как частица. А в чем эта разница? В том, что электрон действительно частица, а фотон вот такое безобразное. Электроны частицы в пространстве временного. А в чем разница, собственно? Если ты начнешь охватывать электроны позитронной полю, у тебя такая же расходимость там вылезет. Ну вот. Но физически у тебя электрон есть. Ну так и что физически? А физически почему фотон нет? У фотона нет массы покоя. И что? Нет такой, значит, это... Почему? Он в покое не находится? Раз. В этом и тему проблема. С электроном тоже есть свои проблемы определенные. Вообще говоря, вообще представление частицы, которые не имеют массы покоя, это на самом деле достаточно странная вещь. Это значит, что ее как бы не существует, да? В том смысле стандартном существовании, как существует электрон, да? У которого есть масса фотонов. Ну и что? Почему не существует? Ну даже вот в этом смысле массы уже мы видим какое-то существенное различие между такими частицами, как фотон, и такими частицами, как электрон. Ну и если мы, во-первых, естественно говоря, если мы отказываемся от интерпретации фотона как частицы, у нас, естественно, все электродинамические эффекты исчезают. Счезает рассеяние света на свете. Эффект Дель Брюко, аномальный магнитный момент электронов, все это исчезает. А почему? А почему, например, по-другому интерпретируется? А почему рассеяние света на свете исчезает? Ну, я не знаю. По-другому интерпретируется просто. Ну а как? Это все же в плане... Смотри, у тебя же есть, например, такой эффект просветления оптики, да? Когда ты получаешь это сквозь оптику, какую-то оптическую среду пропускаешь под первичную волну, и она, оказывается, у тебя это... Она как бы просветляется, то есть становится светлее. Коэффициент затухания там уменьшается, эффект. Он же совершенно не связан как с существами фотона. Ты просто, грубо говоря, опускаешь в поперечный зон. Это же не рассеяние света на свете. А что значит рассеяние света? Значит, свет на свете... Фотон на фотоне рассеивается. Нет, я не вижу ничего в этом страшного. У тебя же волна на волне рассеивается. То есть, фотон по отношению к другу как решетка ведется? У тебя же... Как сказать? Ну, можно сказать, как-то... У тебя же одна волна на другой волне тоже может рассеяться. Ну, это только не для этой магнитной пол. Почему? Где? Как? Ну, вот сама по себе. Это магнитная поля само собой не взаимодействует. Нет, смотри, сама по себе. Но надо смотреть, в чем здесь состоит эффект. Надо смотреть, в чем состоит эффект. Здесь видно, в кванторе, электродинамике есть ряд выдающихся достижений. Этого никто не отрицает. Но, тем не менее, надо понимать всю условность этих достижений. Ну, как, тем не менее, без интерпретации фототона как частицы квантореэлектродинамика невозможна. Значит, придется отбросить, скорее всего, и все ее выводы. Или попытаться получить и другим способом. Как это людям удалось получить и объяснять ее. Ну, это не специфические электродинамические эффекты, а не объяснить эффекты, скажем так. Ну, опять, я ничего не могу сказать. Это все прямое возрождение. Мы эту опустовую сделали, получили некое представление о габританиане свободного электромагнитного поля в представлении чисел заполнения, скажем мне, скажут. И потом у нас было большое счастье, был большой эффект. Ну, да, было большое счастье человеческое, большой эффект. Но это же не означает, что... Давайте сделаем так, что мы поставили, точнее, Игорь поставил под сомнение, что фотон такая же частица, в какой-нибудь... Нет, Игорь считает, что она не такая частица, это прямо просто. Нет, я говорю, это так хорошо. Ты поставил под сомнение представление о том, что фотон это стандартное частице типа электрона. Чтобы это как бы обосновать, ну, мне надо какие-то новые рассмотреть, какие-то вычисления требуются, да? Принципы. Нет, ну, надо физику знать на гораздо более. Выходить из своей ленинг и что-то делать. Но, тем не менее, сама постановка вопроса, да, она имеет... Как сказать... Можно сформулировать, да, имеет некого рода смысл, да, и как бы обоснован, по крайней мере, из того, что кто-то рассказал, видно, что она обоснована. Такое сомнение о том, что фотон является частицей, она обоснована. То есть в этом есть какой-то смысл. И может быть, может быть, обосновывая эту гипотезу, можно какую-то новую физику построить. Может быть, да. Может быть, новая физика получится и от этой проблемы даст исправиться. Ну, все, да.